Как я уже говорил, мы немножко коснемся с пиртуализацией. На самом деле это такая огромнейшая тема, по которой проводятся даже не одни курсы целые учебные занятия. По виртуализации виртуальной машины и всему вот этому прочему. Это целая вот одна такая область, которую можно долго и интересно изучать. Мы сейчас буквально несколько ключевых понятий, посмотрим, что это такое, интуитивно. То, что оно есть сейчас уже практически везде, это уже совершившийся факт. То есть вот любое устройство, там работает виртуальная машина. Любой, даже старый телефон, там есть виртуальная машина Java, которая позволяла выполнять Java. И вообще это всё везде-везде есть. Даже если это веб-сервер, то в большинстве случаев это на хостинге работать в виртуализированном украине. То есть есть один физический компьютер с достаточно большими ресурсами, на котором работали десятки, а иногда и сотни виртуальных машин. Так вот, впервые коммерческая виртуализация была введена компанией IDF в её мейн-фреймах ещё в далёком 1972 году. Виртуальная машина сама по себе – это дальнейшее развитие вот этого по-уровневому подхода, но это так можно несколько, конечно, условно назвать, но тем не менее. Значит, что она создаёт как-то внезапно? Она создаёт виртуальное аппаратное окружение, то есть виртуальные процессоры, виртуальные памятники, виртуальные устройства ввода-вывода, которые реализуются программой. И сама вот эта виртуальная машина работает просто как приложение в инструкционной системе. И сама виртуализация позволяет одному персональному компьютеру, ну или серверу, выполнять одновременно несколько операционных систем. То есть создавать ощущение того, что там есть несколько полностью изолированных операционных систем. Ну или, как и частный случай, это позволяет выполнять несколько сессий одной операционной системы на одном компьютере. Ну, значит, таким образом, что как бы? Получается то, что мы можем выполнять множество различных приложений, работающих на различных операционных системах в одном компьютере. Вот как выглядит... А почему вы не видели? То есть заморозка что-то просто включили? Нет. Ага. Да. Переключается, где мы на том экране. Ага. Вот. Посмотрим сюда. Вот здесь вот справа вот эта классическая наша упрощённая для нельзя архитектура и иерархия выполнений. То есть есть процессы, есть ядро и есть аппаратное обеспечение. Оно между ними вот отсюда сюда никак нельзя, а только через ядро. Когда появляется виртуализация, у нас всё становится гораздо интереснее. У нас появляется слой поддержки виртуальных машин, который располагается над аппаратным обеспечением. Он предоставляет уже виртуальное аппаратное обеспечение. Для каждой из вот этих вот установленных машин. Я тут нарисовал три штучки. Дальше. В каждой аппаратной машинке служит такой прослой к своему ядро операционной системы, который в свою очередь выполняет уже пользовательский процессор. Вот. Поэтому получается несколько полностью изолированных сред выполнения, которые фактически между собой могут объединяться только вот на уровне аппаратного обеспечения и на уровне поддержки виртуальных машин, соответственно, с полной контрольной безопасностью всего прошлого. Далее. Всё это в рамках как бы виртуализации, но мы рассмотрим абстрактно, что такое многопроцессовность. Это как ещё один вариант в дальнейшем развитии. Собственно, само многопроцессовность. Оно улучшает производительность за счёт введения истинного параллелизма в выполнение программы. То есть, если мы тогда системы разделения времени, как помните из первых лекций, они позволяли создать лишь иллюзию того, что процессы у нас выполняются параллельно. За счёт того, что каждому процессу выделялся определённый квант процессорного времени, он выполнялся, даже чтобы выполнение переключалось на другой процесс, и вот за счёт того, что за счёт вот этого вот такого последнего процесса создалось ощущение того, что каждый процесс выполняется параллельно. Когда у нас появляется многопроцессовность, то появляется истинный параллелизм. То есть у нас есть несколько вычислительных ядер, которые выполняют процессы на самом деле параллельно. Такой симметричный мультипроцессорность, когда есть два или больше процессоров, которые используют одну общую память и устройство ввода в лёд. Ну, соответственно, их общий набор инструкций, и операционная система должна поддерживать такую архитектуру, называть SMP, при планированной синхронизации. Я так думаю, вы с SMP должны быть знакомы из какого-либо курса по архитектуре ВЛ. Правильно? Наши проблемы. Ну, это не совсем дружно. Хотя, ну, я думал, что некоторые основные плавляющие понятия, поэтому я не хотел бы выделять много времени, но, буквально вкратце, какие преимущества SMP нам даёт. То, что на каждом процессоре может работать и исполняться один изначительный процессор, и, соответственно, создаётся уже такой вот тот виртуальный параллелизм, который будет в системе разделения времени. Плюс истинный параллелизм у нас позволяет получить срочно хорошую производительность. Ну, также доступность, потому что отказ одного процессора не приведёт к отказу всей системы. Хотя вот с вот этим пунктом можно очень сильно поспорить, так как у нас был реальный случай буквально пару месяцев назад, когда наш сервер под управлением добрестной операционной системой Linux вдруг начал давать некоторые непонятные сборы. В результате долгого процесса копания в логах, отладки и всего-всего прочего было принято решение о постепенной замене контекстующих, и был начат процесс замены жёстких дисков, блока питания, ну и так далее. До того момента, пока мы не добрались до замены одного из процессоров. И когда мы его заменили, выяснилось, что тот, который мы заменили, он был, соответственно, стал дефектным. И это приводило к тому, что к отказу сервера. То есть на самом деле это в теории отказ этого одного из процессоров не должен приводить к отказу всей системы. Но на практике, так как процессор может отказывать не какими-либо различными способами, то, конечно, не всё так гладко, как было на бумаге. Ну и расширяемость как преимущество то, что за счёт того, что мы можем просто в тот же сервер в свободные места добавлять больше процессоров, по мере, скажем так, роста и его нагрузки. Это позволяет увеличить производительность. таким очень простым способом и без замены всего аппаратных причин. Ну, что требуется для этого архитектурия процессорной системы? И, собственно говоря, причём мы это затрагиваем. Она должна предоставлять всё абсолютно то же самое, что и одно процессор для процессорной системы. Но учитывая те нюансы, которые возникают, когда у нас есть два и более физических процесса. То есть, таким ключевым вопросом, что является? Это код ядра данной при Enter. Это понятие уже я как-то слышал? Нет? Хорошо. На самом деле, понятие достаточно простое. то, что от английского слова Re-Enter, то есть входить ещё раз. То есть один и тот же код ядра, одна и та же код ядра, может выполняться одновременно несколькими процессорами. То есть в неё вход, входов может быть несколько одновременно. Это накладывает определённые ограничения и требуемые при синхронизации. То есть истинный параллелизм выполнения процесса и доступ к общим ресурсам требует эффективной синхронизации. То есть когда у нас один процессор, мы это чётко можем обозначить, когда у нас два процессора или больше, то тут уже всё равно будет сложнее. Ну, соответственно, планированный процессор мы должны определить, на каком из физических процессов это будет выполняться, как это меньше распределить, всё ли грузить на один, а распределять ли на два, как всё это, это добавляет вопрос. Соответственно, по производительности можно определить. Управление памяти, так как она одна общая, то нужно как-то управлять этим ресурсом. Ну и надёжность устойчивости сбора. Вот опять-таки о чём я говорю, если один процессор вдруг отказывает, то это уже задача операционной системы снять с него всю нагрузку и распределить оставшиеся процессоры. Помимо симметрической процессорности есть такое новое разведение, многоядерного процессора. Оно уже стало из разряда новых людей, на самом деле, перешло уже в реальные сегодняшнего дня. Это тот факт, что процессор содержит несколько числительных ядер. То есть параллелизм существует в рамках одного физического процессора. Но каждое ядро, на самом деле, по сути, это отдельный процессор. Значит, в чём здесь суть? Это то, что на одном физическом кристалле процессора есть много таких вот зачислительных ядер. Преимущество, на самом деле, в том, что это даёт увеличение производительности. Есть некоторые общие элементы для всех этих ядер. Там кэш, память и всё-всё-всё прочее для всех. Ну и как последнее ещё направление в архитектуре распределённых операционных систем, в архитектуре это распределённые власти. Они предоставляют единое пространство общей памяти и унифицированные средства доступа. Понятно, что когда по скорости доступа к ресурсам распределённой операционная система будет медленнее, чем тех же однопроцессорными или симметрическими метапроцессорными системами. Но в них есть смысл, когда требуется большая вычислительная мощность и вот это распределение накладные расходы распределения меньше, чем те участия не может и требуется решить о данных занятиях. Но распределённые ОС мы пока рассматривать никакого образа не будем. Мы просто будем узнать о них существовало. Ещё раз, распределённые это на разных компьютерах в принципе? Да. То есть это какие-то вычислительные облака? Скажем так, да. Да, да. Это облачные участия, это кластерные системы. И всё-всё-всё с этим связано. Ну, на самом деле, по того материала, который я хотел вам дать сегодня, это всё, это архивы, всё, что связано с архитектурой, буквально одно слово про виртуализацию мы сказали. Теперь, если какие-то вопросы по этому материалу не касаемо лабораторного пророда у нас остались, то давайте... У меня есть вопрос по студенту про реинтернацию. Вот приведите пример. Вот так надо написать библиотечную функцию, чтоб она была не реинтернатом. Что надо плохого сделать? Это Са, ну ладно, просто отпустий... я так больше к второму курсу обращаюсь Чё надо сделать? Ну как можно быть этот конструктор сделать? Чё, какой конструктор сделать? Да нет, ну функцию на языке C пишите не надо конструктор Ещё раз определения реинтератности можно? Ну, когда, значит, параллельно, значит, на двух процессорах может быть запущен код одной и той же функции Вот у вас есть одно ядро, есть другое ядро, есть функция, вы ее написали криво Значит, из одного ядра у вас, значит, вызывается функция, из другого она тоже вызывается, одновременно Ну, и это принт какой-нибудь определенный может вызвать, ну, что-то Принт, ну, принт это как-то, ну, принт будет работать, все нормально будет А вы, например, не работающие? Ну, естественно, я говорю Там примитивные синхронизации применять надо просто Ну, а что значит применять, когда их надо применять? Их же не просто, когда какой-то конфликт по данному языка Конфликт по данному есть, и здесь у нас есть Так, ну, а если, так, совсем по-печному, конфликт по данному, что значит? Ну, допустим, одновременно обращение к чечению типальной нечтения записи Ну, вот, так, ага Вам только пытались что-то в одно место записать? Ну, да, ну, просто вы как бы делаете глобальную переменную С которой ваша функция работает Там что-то пишет туда, ну, главное, чтобы писала, конечно Если просто читает, неважно То есть вот она туда что-то пишет Соответственно, получается, что если функцию дважды запустить То они начинают конфликтовать, там, одна что-то записала, другая На синхронизацию применять Ну, правильно, да Ну, как я спросил, в ответе, может? Просто вопрос Ну, простые неспособны, да? Сосложнее Сложнее, да? Сосложнее Ну, так что, есть еще какие-то вопросы? Есть вопросы? По-любому из того, что мы сейчас нам затронули, да? То есть там монолитное ядро, системное вызово, микроядро Я вот по микроядру хочу, так сказать, выяснить один вопрос По опыту работ со всякими разными средствами взаимодействия, ну, типа, ком, горба Я могу сказать, что им пользоваться очень неудобно То есть для того, чтобы, знаешь, взять, вызвать просто функцию, простому Там надо, значит, целую кухню адскую делать, не дай бог, ошибешься, там, все работает, и прочь То, наверное, та же самая проблема, наверное, и в ходе операционной системы возникает, когда микроядро То есть для нас Вот всю вот эту вот кухню, адскую кухню, ее тоже можно на самом деле инкапсулировать, как системные вызовы инкапсулировать Там уже не пишешь, он там все по-другому разу, а есть хорошая, красивая библиотечка, которая как бы все это так красиво пакует В некотором, вроде как, интерфейс передачи сообщений, MPI, есть такая штука, да? Тоже, в принципе, более-менее оберстывает вот эту всю сложную вещь передачи сообщений в распределенном кластере В такую, вполне простую, там, MPI-сцент, MPI-ресист В реальности там все хорошо, да? И там даже на C все хорошо, да? Да, да, очень даже неплохо Но вот проблема в том, что Проблема именно в том, что вот Все-таки накладные расходы на то, чтобы вот это все организовать, они слишком высоки Хотя вот, если там смотреть, скажем, в сегодняшний день, да, насколько производительность процессоров увеличилась То этим как бы можно было бы пренебречь Поэтому вот сейчас вот опять начинается вот это вот колебание А не вернуться ли нам в микро-ядру, раз у нас такие мощные процессоры появились Потому что, в принципе, вот если посмотреть, сейчас процессор вовремя откладывается вообще непонятно на что Если мы вспомним Windows 2000, который был 13 лет назад примерно, да? Тогда скорость процессоров была достаточно низкой Сейчас вот у нас есть Windows 7, а работает он примерно так же, а иногда и тупик посильнее, чем Windows 2000 на тех Pentium F2 Когда это было давным-давно Поэтому здесь как бы вопрос такой двоякий, что из этого всего Возможно, в микро-ядерной архитектуре есть преимущество Ведь изначально, хотя это часто опускается, вот я эту картинку не зря включил В первоначальной реализации архитектуры операционных систем Windows NT Было намного больше компонентов, которые были вынесены в режим пользователя Таким образом, у нас было больше микро-ядер, скажем так, чем есть сейчас То есть классический пример то, что весь графический интерфейс пользователя был полностью выгружен в режим пользователя То есть в режиме ядра, как сейчас вот у нас Эта операционная система, которая сейчас у нас работает под управлением ноутбук Тут практически всё осуществляется в режиме пользователя, в режиме ядра А вот в той ранней версии Windows NT Там многое было вынесено в режим пользователя с точки зрения вот именно так вот Классического подхода Если это не должно быть, если это не нужно в режиме ядра, то оно должно быть вынесено Так как это потенциально небезопасный код И всё вот это вот рисование, оно совершенно не должно было быть в ядре Но почему его внесли обратно? Именно потому что я о чём и говорил Проблема случилась в том, что слишком медленно работало Тогда ещё были эти 486 процессор, 326 процессор Там особенно с производительностью было не разогнаться Поэтому 16 МГц тактовая частота была вполне себе ненормальной И все вот эти переключения, они очень-очень считались Считался каждый процессор так Поэтому вот как бы и сформировалась в конечном итоге Вот именно вот такая вот вещь Хотя здесь всё равно BIN32 обозначится даже в режиме пользователя Когда это совсем правильно Тогда и там и там есть Вот Ещё что-нибудь рассказать? Ну 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 Значит Солбороку не у нас ситуация такая Значит Значит Лабораторная работа К сожалению сейчас не успели подготовить вот эти вот машинки Которые у нас и здесь стоят Значит Что у нас будет первое? Лабораторная работа Нет, ну я так вот Сначала в общем скажу Значит Лабораторная работа Они у нас будут основаны преимущественно на получении практики с архитектурой Windows MP По большей части мы будем использовать собственно саму Windows Мы будем там Пробовать различные Писать драйвера Приложения Программы И делать всякие разные интересные вещи Которые В обычном виде Как бы не видны С точки зрения простого пользователя Которые Которые Знакомы с операционными А Значит Первый Лабораторной работой Будет Значит Нужно будет Из Исходного Кода Полностью Используя Нашу Интегрированную систему Собирает загрузочный образ операционной системы REACTOS. И чтобы минимально почувствовать эти изменения, то есть то, что операционка целиком и полностью собранная, можно получить откладочную информацию, то есть собрать в откладочном режиме и получить откладочную информацию. И соответственно в ядре добавить какой-нибудь простой вывод, простую строчку в момент загрузки, в любом месте, чтобы она была в файле с откладочной информацией, допустим там вашу фамилию или что угодно еще, чтобы было видно, что этот сбор именно была собранной вайбер. Значит, какой будет порядок, да, вот это все, звучит достаточно сложно, но обычно операционная система, в случае их разработки, тестируется не на реальной, не на реальном компьютере, а в виртуальной машине. Вот здесь вот у вас будет предустановлен соответственный виртуализатор под названием REACTOS. Это достаточно хороший штутор, и там рекомендуется проводить все наши изыскания в области операционной системы. Так же, если вы будете это на своих, вы будете попробовать, то, если есть возможность, можете это делать на вил-вырок, или в каком уходе, на самом деле, литерализатор, или еще. Это мне не нравится значительно. Собственно, как процесс, что будет практическим результатом первой докторной работы. Вы полностью из исходного кода, самостоятельно, соберете всю целиком операционную систему. От самого малого кусочка до того, как создастся образ установочного компакт-диска, который, соответственно, этот образ будет загружен в виртуальной машине вот таким вот компактом, и вы, соответственно, там установите внутри виртуальной машины операционную систему и загрузите ее, и получите отладочную информацию. Есть такой планета. Значит, возможно, не возможно, а точно, вот мы подведем вопросы. Я вам сейчас это все как-то покажу на своем компьютере, так как у нас пока здесь ничего не установлено. А потом каждый как-то это уже проделывает и, соответственно, покажет. Вопросы показывают. Извините, а компилятором только, как я понимаю, студийно надо будет пользоваться? Нет. То есть, в ВТЦ можно? У нас есть, на самом деле, почему это дается первую заправленную работу, я думаю, вас даже, на самом деле, приятно удивит, так как, вот, если взять виратность, то это, наверное, один из немногих проектов, особенно такого уровня сложности, который очень просто собрать. То есть, на самом деле, были потрачены достаточно большие усилия на то, чтобы сделать вот этот процесс вхождения в разработку очень легким. Поэтому здесь, это как бы такая вводная система. Все, что вам нужно, какие вам нужны умения для этого, это, ну, во-первых, конечно, немножко разбираться в системе сборки, она будет все-таки основана на компиляторе GCC и на системе CMake. Те навыки, которые вам на самом деле имеют, как я всегда говорю, это нужно уметь гуглить по нужному вопросу, потому что вся информация есть в данном случае в интернете, ее полно, то есть количество людей, собирающих самостоятельные сборки реактосов, каждый день это, ну, как минимум десятки, если не сотни людей, которые этим занимаются, поэтому очень много информации есть. Но я, естественно, все расскажу, что и как. Но мы подготовили свою систему, назовем ее, как бы интегрированную среду сборки, да? То есть это не интегрированная среда разработки, как уже в студии, а это такая интегрированная среда сборки. Она включает в себя CMake, компилятор, средство скачивания исходного кондаста version, если он вам не знаком. Это что-то близкое к гитхабу? Да, да. Система управления мерцами. Таким образом у нас в Workflow будет такой. Установить РОСБЕ, это интегрированная среда сборки реактосбилдинами. Если это на вашем УКО. Она есть под Windows, пожалуйста, нет проблем. И она есть под Windows. То есть я, естественно, же предпочитаю в основном все это производить под Windows, хотя официальная сборка у нас осуществляется под Windows, так как это быстрее было. Здесь у вас будет уже к следующему занятию стоять все необходимое для того, чтобы вы собрали свой собственный загрузочный образ операционной системы. То есть на самом деле все, что вам нужно будет, это немножко вникнуть в систему сборки, выдать нужные команды. Если получится какая-то ошибка, то посчитайте, что вы делаете. Соответственно, загрузить исходный код последней версии операционной системы, собрать ее, скомпилировать, установить ее в виртуальную машину и загрузить ее там, соответственно, с выдачей и отложочной информации. И, соответственно, модифицировать немножечко исходный код ядра, вставив там в любое место, которое в процессе загрузки, ну там, допустим, функцию нинсилизации, которое там будет вводить в файл от лапса информации какое-нибудь простое сообщение, как я вам сказал, например, там вашу фабелику, чтобы это как-то было. Для каждого являлась самостоятельная работа. На самом деле это достаточно все тривилиально, но нужно это практически проделать для того, чтобы самому почувствовать, как вы собираете огромный проект с большой легкостью. Полную операционную систему, включая ядро в уровень абстракции, это караторное обеспечение, графическая оболожка. Соответственно, оконная подсистема. Дополнительная подсистема. Дополнительная подсистема. Всю среду поддержки приложения Win32. Базовые драйвера, шин, устройства ввода-вывода, дисковых устройств. USB, звук. Все вот это вот, все вот эти вот кучи вот этих компонентов. Посмотрите, как все это легко собирается, устанавливается и работает. Потом уже дальше мы будем, соответственно, добавлять туда свои. Продолжение следует...